Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24» в эфире программа «Правда-24» и моё ведущие Евгений Додолев и я, Лейла Истрожемская. Сегодня у нас в гостях, я бы сказала, один из самых добрых исполнителей нашего шоу-бизнеса, самых красивых, Марк Тишман. Марк, привет! Мы тебя очень рады сегодня видеть. Спасибо, это взаимно. Ты смутился, смутился. Да, я смутился. Но мне кажется, это нормально. Я, кстати, читал интервью с Басилашвили, который говорил о том, почему он не любит, у него был юбилей недавно, и он не проводил никакого вечера и бенефиса. Он говорит, потому что люди, которые пришли, должны говорить тебе комплименты. Им наверняка есть что-то и не очень хорошее тебе сказать, но поскольку это юбилей, то как бы они вынуждены говорить хорошее. А я смущаюсь, мне неловко. Ну, конечно, приятно, когда девушка о тебе говорит такое, но, с другой стороны, и готов провалиться сквозь землю тоже. Да ладно, ты такой стеснительный, не похож на стеснительного. Ну, вообще стеснительный. Стеснительный? А бывало, что говорили неприятные вещи или писали где-нибудь в благословении? Да? Ну, а что было самое неприятное? Что можно написать про Тишмана неприятное? То есть из какой-то вот... Можно написать, что он никому не нужен, его песни никому не нужны. Что может быть неприятнее для человека, для которого это, ну, как бы главное, то, чем он занимается, это его реализация? А музыка — это главное? Да. Но я бы даже, наверное, сказал не музыка. Тут все вместе, потому что я пишу и музыку, и стихи, слова, песни. А приходит все вместе, прямо целиком вещи, или сперва появляется текст? Как правило, появляется вот для меня такое важное понятие, как интонация. У человека есть интонация, наиболее характерная для него. И вот так же я слышу интонацию песни. Как правило, это от одной строчки. И в ней уже образ всей песни. То есть если у меня есть одна строчка, которую я чувствую, что за ней стоит песня. А это всегда вдохновение или можно на заказ, допустим, вот установка? Это нужна песня про... Ну, я не знаю. Можно на заказ. Можно, да? Можно на заказ. Я это не делал. Практически мне такого не бывает. Но заказ тоже может вызвать вдохновение. А чего это? Ты предчувствуешь, те заплатят. Эта песня получит, я не знаю, какую-то ротацию, место в публичном пространстве. А ты артист, художник, тебе этого... Это нормально, что тебе этого хочется. И думаешь, ой, сейчас можно сделать так классно. И бац, и это вызывает реальное творческое вдохновение. Но, а что, все... Я ни в коем случае себя не сравниваю, да? Я понимаю, что я в легком жанре работаю. Но все писали на заказ. И самые великие художники, и музыканты. Нет, а я ничего не имею в виду. Поскольку для меня это вообще терра инкогнито, сочинение песен. То есть я вообще не понимаю, как это приходит. Мне интересен механизм. А вот авторское ощущение. Сразу понимаешь, что получилось и удалось? Или нет? Или бывает, что кажется, что вещь проходная, а она становится хитом? Или наоборот? Вот сразу всегда кажется, что получилось. Вот в первые моменты и дни, когда ты живешь с этой песней, потому что она свеженькая, она выражает какое-то что-то последнее в тебе. Она вот прям... Ну, я не знаю, с чем это сравнить. Как новый... Я не знаю, кто любит мебель, новый комод, который ты долго на него копил. И вот он приехал, и еще пахнет деревом. Деревом, и классно, и стоит, и вот это пустое пространство в квартире, оно теперь им занято. Но момент истины наступает тогда, и ты сам себе эту песню играешь, поешь. Классно. У вас с ней все хорошо, взаимно. Но для меня момент наступает, когда я ее кому-то показываю. Первому человеку. И это очень всегда для меня, я не знаю, как у других, но для меня это очень важно. И мне даже не важно, что скажет этот другой человек, но я впервые слушаю эту песню со стороны, и слышу ее со стороны, и слышу ее, как услышат другие. И тут у меня может вот просто сломаться как бы все к ней отношение. Я ее услышал ушами другого человека, и я понял, что она не будет работать. Она нужна была мне, может быть, больше, чтобы выразить что-то, но работать она не будет. А кто твой главный критик? Кто тот первый человек, кому ты показываешь песню? Наброски, вернее, даже песни. Ну, разные люди, но, как правило, там из числа пяти-семи моих самых близких друзей, которые окажутся у меня дома, либо в машине. Хорошо, а можно, как в одном фильме, озвучите весь список, пожалуйста, кто у нас друзья вообще, вот кто обычно оказывается дома или в машине? Я могу их назвать имена, но некоторые из них имена ничего не говорят. Некоторые имена, да, это громкие имена, это мои ближайшие друзья. Юля Мельникова, Артем Голубев, Инна Ганс, Кирилл Серебренников, Сатя Спивакова, Андрей Фомин. Ну, вот это, наверное, сейчас те самые близкие, которые слышат мои песни. Ну, например, тому же Кириллу я покажу уже все-таки более как бы доделанный финальный результат. То есть к нему просто человек, через которого проходит такое огромное количество всякого материала творческого, что все-таки к нему я приду, ну, когда уже у меня какая-то такая более-менее демка есть. С Сатей у вас много, по-моему, совместных проектов, мне кажется. На самом деле не так много, просто мы с ней очень дружим. Мы давно знаем друг друга, и это забавная история. Когда я учился в ГИТИСе, и оркестр Виртуоза Москвы праздновал какой-то свой день рождения, и директор Виртуоза Оркестры решил... Они праздновали это на кораблике, и директор решил заказать, у них не было много денег, курс ГИТИСа, у которого был спектакль по песням Дунаевского. Это был мой курс. У нас был спектакль «Ностальгия по Дунаевскому». И как-то тогда мы познакомились с Сатей, она меня запомнила. Потом у меня случился этот телевизионный проект «Фабрика звезд». Потом мы где-то стали пересекаться, потом мы очень подружились. Совместный проект. Я написал музыку для спектакля, в котором играла Сатя с Андреем Фоминым, который поставил мой однокурсник Василий Бархатов, театральный режиссер. На какой площадке? А в Доме музыки, в театральном зале. А потом я написал песню «Моя актриса», которую я посвятил Спиваковой. И потом мы сняли клип, в котором мы сыграли главные роли Сати и я. И, по сути, наверное, таких совместных проектов у нас... А, мы с ней вели там «Новогоднюю ночь» на одном из телеканалов. И всё. Как дипломатичный, человек профессиональный. Он понимает, что не надо называть название канала. Но надо назвать информационный повод, по которому мы встречались. Потому что мы всё ходим вокруг, да, около. Давайте ближе к делу. Дело у нас такое, что 19 марта в Вегас-Сити-Холле состоится премьера моей новой большой сольной программы, которая называется «От крика до тишины», на которую я вас и, собственно, всех телезрителей приглашаю. Спасибо. Она новая, чем она будет отличаться от предыдущих? Своим, наверное, и репертуаром, и воплощением, и людьми, которые над ней работают, и моим к ней подходом. То есть в самом названии уже есть вот эта двойственность, да, «От крика до тишины». И меня всегда, меня вот, кстати, друзья, которых я называл, да, они часто меня ругают. Говорят, вот твоя проблема, Марк, в том, что нельзя понять, вот какой ты на самом деле. Вот там, допустим, Шнуров, понятно, он матом ругается там. Или кто-то еще, ну вот сложившийся образ. А ты, то ты такой весь какой-то еще подростковый, бегаешь, пляшешь, прыгаешь на сцене в кроссовках, то ты выходишь в костюме и поешь какую-то вот такую песню пронзительную, исповедальную. Но тогда мне мешает эту песню воспринимать то, что я тебя недавно видел, ты скакал по сцене в кроссовках. И так, ну, и на самом деле я понимаю, они, наверное, в чем-то правы. Просто я, как бы, моя идеология в том, чтобы быть абсолютно себя нигде не ломать. И быть органичным, потому что во мне есть и то, и другое. И вот в этой, и всегда в своих сольных концертах я как-то так шел по музыкальному темпоритму. Вот здесь, типа, я погрущу, а здесь дам, что-то повеселю всех, чтобы не стало скучно. А тут я решил сделать два абсолютно разных отделения. Разных почему? По стилистике? По всему. И по видеовоплощению. Но прежде всего, конечно, по материалу и по его подаче. То есть первое отделение — это такое музыкально, акустически. Это все песни с очень достаточно сильными стихами. Это мои монологи и стихи, которые я говорю, и без музыки. То есть это отделение с очень такой сильной идеологической подачей, с четко определенной темой, которую я не могу сказать, чтобы как бы не продавать это все. Но это то, что очень важно, мне кажется, и для меня, и для всех людей сейчас относительно того, что происходит в мире, с нашей жизнью, с каждым из нас. Что мир стал таким стремительным, что он постоянно меняется. То есть он находится в перманентном состоянии изменения. То есть нельзя сказать, что мир изменился. Теперь мир меняется каждую минуту. Ну так мне кажется. Я в этом ощущении живу. Это сказал не я, это сказала одна из моих любимых лекторов, Татьяна Черниговская. Вот. Я с этим абсолютно согласен. И в общем, в этом первом отделении я поднимаю какие-то серьезные темы. Насколько они могут быть серьезными в эстрадном концерте. И мы очень сильно задействуем в этом зале Vegas City Hall. Есть очень классные, огромные, неправильные формы экраны. И для видеохудожников, ребят, которых я привлек для работы в этом концерте, для режиссера-постановщика Артема Голубева, который как раз один из моих друзей. И я, естественно, как автор этой идеи, нам очень интересно работать с этими смыслами, с картинками, со светом. Один из лучших художников по свету, который есть у нас в стране, который делал и Олимпиаду, и Евровидение, которое было в Москве, Леонид Познянский. Он тоже будет работать над этим концертом. А второе деление, это оно абсолютно в танцевальных все ритмах сделано. Немножечко диско, немножко 80-е, которые сейчас уже несколько лет как актуальны по музыке, в музыке, вот в поп-музыке. Вот, другая картинка. На сцене не только я, но и люди, которые танцуют, выполняют какие-то определенные режиссерские задачи. Вот так. Ну, а аудитория та же самая. Вот здесь не кажется ли вам, что вот для первого деления, как вы писали, нужна одна публика, а для другого другая? Она же не меняется, там же нет вахтового метода смены зрителей. Да. Зритель готов вот к такому контрасту? Я думаю, что я в большей степени меняю немножечко обертку. Но суть остается та же, потому что даже в моих как бы песнях, которые я считаю легкими и танцевальными, да, часто на радио мне говорят, что слишком много смысла и слов для такой музыки. Ну, то есть, я думаю, что тут это для одной и той же аудитории, которая просто переживет два разных как минимум состояния, что ли. Вот смотрите, вы упомянули Шнурова. Да. У него слов немного, но слова этого, ну, в принципе, всем нам известны, и они, в общем-то, народом любимы. Не смысл. Да, да. Вот вы считаете, что именно за счет употребления этих слов, я имею в виду ненормативную лексику, он рванул, или там что-то есть другое? Нет, я считаю, что этот человек абсолютно попал во время. Ты абсолютно герой нашего времени. Мне кажется, он абсолютно попал в офисную аудиторию. Я не ум... Он во всех попал. Он, его многие песни... То есть вы имеете в виду, что офисный планктон — это основная его... Но это люди, которым нужен вот этот выход после пяти дней в офисе, когда они вынуждены быть корректными, толерантными с начальством, с коллегами, писать письма, отвечать на письма. И вот они выходят, и им хочется сказать все, что говорит Шнуров. Но при этом... Я говорю это не только в офисный планктон, и он попадает и в меня, и в кучу моих друзей, потому что это заразительно, потому что это ярко, потому что за простыми словами очень часто скрывается и глубокая философия, и протест, и все на свете. А вы в жизни, в быту употребляете ту лексику, которую Шнур употребляет? Да. Употребляю. То есть вы нормальная от Натальи? Употребляю, но я не могу себе позволить ее употреблять, например, в соцсетях. Это мой принцип, потому что я... Разрушит ваш образ? Нет. Нет? Нет. В жизни я, опять же, достаточно, может, даже часто употребляю, для того, чтобы выразить себя. Я знаю, например, что мои племянницы, которые прелестнейшие девочки, умные, которые занимаются балетом, английским языком, они подписаны на меня и смотрят меня. Для меня это аргумент номер один. Ну, и также я знаю, что какие-то дети, с которыми я пересекался, пел, встречался там, когда работал с какими-то фондами, они на меня подписаны. Про соцсети, кстати, Шнуров, как вы знаете, не так давно пошел в политику, он теперь политический деятель, и он зачистил очень многие свои посты. Вам приходилось когда-нибудь постфактум зачищать то, что вы написали в соцсетях по тем или иным причинам? Я думаю, что я не пишу, может быть, ничего революционного такого, но не приходилось. А, в принципе, вы считаете, что человек социально значимый, у которого есть поклонники, фанаты, которые любим аудитории, он должен всегда держать в голове, что, чтобы он не написал, это будет прочитано и столковано? То есть вы тогда отказываетесь быть самим собой, мне кажется, вот в этом аспекте, когда выступаете в социальных сетях как артист? Я не думаю, что я отказываюсь быть самим собой, просто если я в присутствии детей не ругаюсь матом, это не значит, что я перестаю быть самим собой. Это как раз я есть такой, который считает, что при детях этого нельзя допускать. Но я ни в коем случае не осуждаю никого. Я думаю, что просто должны быть разные люди. Гармония складывается, мы все разные. Я такой, он такой. Было бы скучно, если бы были все такие, как я. Было бы тошно, если бы были все такие, как он. Ну хорошо, вот про Шнура поняли. Мне интересно, Марк, а твоя аудитория, вот кто? Вот на кого ты равняешься и пишешь песни? Честно скажу, что когда я пишу песни, я ни на кого не равняюсь. То есть я, может быть, начинаю на кого-то равняться, когда мы работаем над аранжировкой. Но сам вот этот процесс рождения песни для меня, может быть, немножко старомодно, как бы сакрален в своей неприкосновенности и в том, что я не думаю о том, сработает это или не сработает, и как это нужно сделать, чтобы это сработало. На этапе аранжировки я уже начинаю думать, потому что мне надо нести эту песню на радио, и вот на радио там любят, чтобы было так, или эдак, или, ну, в общем. Кто моя аудитория? Ох, это сложный вопрос. Я думаю, что она очень разная и пестрая, и по возрасту, и по, что ли, своему социальному статусу. Наверное, если говорить о социальных слоях, больше, что ли, женщин-бюджетниц. Ну, я просто, это чистый, знаете, анализ бизнеса, куда меня заказывают чаще, да, как артиста. К врачам, к учителям, к соцработникам, к бухгалтерам. А вы чья аудитория, то есть, кого вы слушаете? Я очень, в этом смысле, очень всеяден. То есть, мне очень нравится, как миллионам подростков во всем мире, Билли Айлиш. Но это классный музыкант. Несмотря на то, что она как бы на хайпе вышла, и все поначалу считали это хайпом, что вот такая юная девочка, странная, поющая такие околосуицидальные песни. Но то, вы, я не знаю, видели, как вы как на Оскаре она пела Yesterday. Это классно с музыкальной точки зрения. Если говорить о русских музыкантах, то я обожаю Земфиру по-прежнему. И ее последние песни, которых немного в том числе. Я люблю, не знаю, Еву Польну. Я люблю песни, которые пишет Константин Меладзе. Я до сих пор могу сказать, что я его фанат. Я обожаю Адель. К сожалению, она сейчас не записывает песен, но там для меня, наверное, это героиня последних десяти лет, главное, музыкальная. Считается, что на Западе вообще музыкальная культура на несколько порядков выше, чем у нас, потому что там с детства занимаются, там в школе занимаются музыкой. У нас сейчас ведь нет ни уроков пения, никаких музыкальных дисциплин. Вы согласны с этим тезисом? Я считаю, что у нас очень занимались музыкой. Занимались? Да, и совсем недавно это было. То есть еще в моем детстве, мое детство пришлось на 80-е, начало 90-е. Это был Советский Союз. Да, конец Советского Союза. И в каждой практически, насколько я помню, советской квартире и ранне-постсоветской был музыкальный инструмент. Ну, не знаю, я жил не в столице, я жил в городе Махачкале. Какой у вас был музыкальный инструмент? Украина, который приехал с родителями из города Черновцы. И у нас этот инструмент стоял, и в моей семье, где не было музыкантов, меня заставляли, и я занимался музыкой, окончил музыкальную школу. И я считаю, что советские традиции музыки, они очень высокого уровня. И советская эстрада, где было много и казенного, и дежурного, и серого, но было много выдающегося. И если бы не русский язык, который мы все, я думаю, обожаем, единственный, который мы можем себя выразить, но он явился преградой, на мой взгляд, в мире для распространения этой музыки. Потому что я уверен, что песни Пахмутовой и Бабаджаняна, они имеют потенциал тот же, что песни, которые пел Синатра. Они могли бы также быть любимыми во всем мире, если бы просто не было границ, и в том числе языковых границ. Ну, смотрите, вот я сейчас в Европе слушаю постоянно по радио и в кафешках украинский коллектив «Каска». Я не знаю, в общем-то, тоже не самый распространенный в мире язык, так скажем, наших соседей. Не помешало же это вот данному коллективу рвануть? Это скорее про немножко... Это все-таки электронная музыка. Это немножечко про другое, на мой взгляд. То есть это не эстрада? То, что делает «Каска», это совершенно такой вот, вы считаете, проект студийного плана, то есть не для... Это не эстрада, да, нет. Это электронная, это очень классная электронная музыка, замешанная на фолке. Вот, это как бы электронное осмысление народных интонаций украинских. Но есть такие разовые как бы всплески, что ли, они были, там, песня «Миллион алых роз» в Японии, в Южной Корее была абсолютным хитом. Кстати, а вы знаете, что я сидел в каком-то китайском ресторане и слушал просто среди Стинга, Адель и кого-то еще, я уже забыл, в какой стране это был китайский ресторан, просто через каждые четыре позиции пятой играла одна из песен «Виагры» на китайском языке, то есть авторства Константина Меладзе. Ну, то есть это конъюнктура мирового шоу-бизнеса. Это не связано с тем, что у нас низкая музыкальная культура. Сейчас, да, я считаю, она чуть планка стала ниже. Но у меня есть на этот счет своя философия, почему так произошло. Музыка все-таки это шоу-бизнес сейчас, если мы говорим о поп-музыке, о той, которую крутят по радио. И на Западе то, сколько ты заработаешь, зависит от того, насколько ты запишешь удачный альбом и насколько ты удачно пройдешь с туром. А у нас артисты стараются, ну, по крайней мере, последние лет 20 старались записать такую песню, с которой их бы пригласили на корпоратив. Где танцевали бы люди пьяные, им было бы хорошо и весело. И, то есть, это формировало вот вкусы, это насаждалось на радио и так далее. Ну, вот. Может, в втором же отделении будут песни, которые могут быть исполнены на корпоративе. Но, кстати, сейчас это меняется. Сейчас стало возможным зарабатывать на авторских, стало возможным зарабатывать на продажах на всех цифровых площадках. Это только как бы... Но мы знаем очень удачные примеры, когда абсолютные хиты приносили действительно большие миллионы их авторам. Возвращаясь к концерту, поскольку мы на финишную прямую выходим, насколько я понимаю, публика всегда ждет опробированный материал. То есть, они ждут тех вещей, которые уже знают, чтобы быть готовым подпевать. У вас весь материал новый или все-таки вы свои... Нет, ну, во-первых, да, есть те песни, которые для моей публики хиты, но я вот позволю себе... С одной стороны, я этим, как музыкант, себя, может быть, принижу, а с другой стороны, как бы, возвышу. То есть, моя публика, как мне кажется, идет ко мне не на хиты. Я для них хит. То есть, моя человеческая интонация, моя вот эта доверительность, которая... ну, то, к чему я стремлюсь, и то, что мне кажется, там, эти люди, которые ко мне приходят, они это считывают. Они идут за этим. Конечно, у них есть песни, которых они ждут, и иногда после концертов я слышу, вот почему не было этой песни или той. Ну, как бы, вот эти и те песни я стараюсь все-таки спеть. Я понял. То есть, человек, который хочет увидеть доброго и красивого артиста, он придет обязательно на этот концерт. Спасибо вам. Спасибо тебе большое, Марк. Спасибо.